Здравствуйте, всем привет! Вот этот адбусик, к которому мы едем. Едем в Польшу, на украинскую границу. Я сейчас посмотрела. Вот спереди сидят три водителя, а сзади у нас есть шесть мест. Если кто-то сейчас знает, что будет первого числа на Корчевой, в Перемышле, пожалуйста, пишите, если у кого-то есть дети, чтобы мы знали, сколько сидушек детских с собой взять. Мы возьмем с собой все равно про запас детских сидушек. Но это для нас очень важно. Мы решили не убирать места, потому что все-таки шесть мест. Жалко, если мы три уберем, и тогда останется только три. Поэтому мы поставим картоны на сидения. Мы предварительно застелим эти сидения специальным покрывалом, чтобы ничего не поцарапать, ничего нигде, не дай бог, не испортить. И на этом бусике поедем. Сейчас мне нужно будет посчитать, точнее завтра, последний срок, нужно будет посчитать, какое количество картованов у нас, потому что на них нужно будет написать еще определенную информацию. Все это загрузим, но и в добрый путь. А теперь захожу... Так, где же я делала ключи? Вот место, мои ключи. А теперь буду заходить внутрь, подписывать документы. Ну, это такой формалитет, который должен быть на самом деле. Все, закрыла. И плюс еще параллельно завтра позвоню своему страховщику, чтобы сделал мне еще одну страховку специально для этой поездки. Проходим потихонечку. Здесь еще никого нету. Ну, давай. Так, это то, что сейчас уже собрали. Смотрите, как я в теле. Класс, спасибо огромное. Написали, причем на трех языках, и на польском, и на украинском, и на немецком. У нас есть детское питание, у нас есть ташелампы, фонарики, лихтарики. Батарейки с обрадом. У нас есть... Упс, прошу прощения. У нас есть батарейки, у нас есть влажные салфетки, у нас есть даже петчевый шоколад. Вы поняли? Мы сейчас посчитаем количество... Кстати, даже для животных что-то мы собрали. Я, я не знала. Прикольно, класс. Пусть будет. Пусть будет. Отдадим и пакеты. Посмотрите. Все бюро, все бюро заставлено здесь. Кстати, напоминаю еще раз, что у нас практически, я бы сказала, стопроцентным спонсором этой поездки... Как это сказать? Выявился, оказался, но... Надо показывать наших хельдов. Валентина Бюсов. Хаус Амалия. Это дом престарелых, так это по-русски, да? Дом престарелых в Зальцгиттере, город Зальцгиттер, Лейбенштейд. И вот эту вот всю помощь. Да, к тому же еще и бус, с которым мы сможем 6 человек довезти куда-то, куда они пожелают на обратном пути. Плюс к нам еще подсоединился хор Флёта. Да, они собрали 400 евро на бензин. Спросили, говорят, а что делать с этими... Как это с деньгами? Я говорю, там злоты в Польше, там нет евро. Поэтому женщина, которая едет с нами, как второй водитель, плюс еще мужчина, как третий водитель, я сказала, положите деньги на свой счет, на свою карту. И мы будем за этой суммой наблюдать, потому что мы должны автобус назад заполненным поставить. И плюс то, что мы будем в Польше какие расходы иметь. Что у нас останется? Говорите сразу про деньги, мы тоже нас собирали. Где еще 255 евро на бензин. И для... Представляете? И мы решили, что мы на эти деньги, когда мы рассчитаем, сколько нам нужно бензина, чтобы его заправленным поставить, а на остальное мы еще заедем на склад в Польше и купим консервы. И еще мой фермитор, он тоже сказал, что он едет специально с женой в четверг, отдельной машиной, за нами, либо мы за ними. Ребята у меня спросили, говорят, почему мы ночуем через 480 километров? Я говорю, потому что он в пятницу поедет на специальный склад, куда у него есть доступ. Это доступ, где закупаются рестораны и так далее. Это не метро, это что-то еще лучшее. И он нам еще даст с собой консерв. Я сказала, чтобы каждый водитель для себя отдельно брал декарь и подушку, потому что в пятницу мы выезжаем где-то в обед, он нас затарит этими консервами еще, и мы тогда вечером отгружаем это на складе. Ночь я на суповой кухне, а те, кто водители, они спят, параллельно я соберу людей, и мы в субботу утром, но я бы сказала, в обед, если честно, мы уже выезжаем обратно. И мы еще хотим узнать на неделю информацию, это должна была, я просто путаю имена Сузанны, не помню, не хочу говорить, путаю имена, потому что меня пригласили в гости, это две семейные пары. И она не едет. Получается, из одной пары едет муж, из другой пары едет жена. А, понятно. Вот так они между собой решили. И поэтому она еще позвонит и спросит, вот, например, кто-то будет ехать до самой Германии, а мы приедем ночью. Работает ли этот, им в центру наш, куда можно людей отправить и так далее. Мы возьмем с собой несколько детских сидушек, потому что я сделаю еще отдельное видео и попрошу в комментариях, пожалуйста, написать, кто в этот момент будет находиться. Может быть, кто-то меня смотрит и переживает, но хочет свою жену с ребенком отправить. Мы возьмем с собой, затем мы отвезем в лагерь, потому что на данный момент капаситеты наши у всех знакомых, родственников, у всех полностью занятых, но в лагерях есть еда, вода. Когда эту семью уже из лагеря распределят в какую-то квартиру, то там, я бы сказала, по месту немецкие фамилии приходят и приносят, соседи. Вот наша история с... Еленой. Еленой, да, мы тебя тоже забываем. Столько информации. Она вышла куда-то по делам, возвращается обратно. Это девушка, которую с детьми приютили, а там стоят две сумки с продуктами от соседей русскоговорящих. Две русские семьи живут в этом доме. И также еще, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, была записка по поводу того, чтобы вещи постирать. Еще и вещи постирали. То есть это очень сплоченно, уже когда на месте приезжаете. Но изначально мы можем обещать только то, что мы вас отвезем в специальный лагерь. Там условия такие, что есть раскладушки, матрацы. Там также работают волонтеры, там есть еда. То есть вы уже в безопасности, с вами ничего не случится. А затем сам город, наш город, у него есть список пустых квартир. И он постепенно оттуда, в порядке очереди, забирает людей и расселяет. Потом вас ставят на учет, вы получаете первую социальную помощь, карманные деньги. Параллельно вы автоматически уже застрахованы. Я имею в виду медицинская страховка, чтобы они это понимали. Это очень важно. И дети распределяются в сады и школы, а взрослые ждут свою языковую школу, в которую уже предварительно записываются на очереди. Но в эту школу можно войти только после того, как миграционная служба даст на это разрешение. Уже есть первая девочка в заросгитере, которой в работе отказали, но в убежище не отказали до марта 24-го года. Ну, это хорошо. А мы будем надеяться, что, конечно, это не будет так долго длиться, но, тем не менее, это вот первая информация. От города в городу все отличается. Не только от земли к земле, потому что я вчера встречалась с украинцами в Гослоре, мы гуляли под Батхартспругу, в Зальцгитере просто отдельно таким вот как-то обшпербанд. Отдельно ты входишь в штат Зальцгита, с правой стороны отдельный вход для Украины. Украинцы идут туда, на месте все заполняют. В Гослоре никто не войдет в местную ратушу без предварительной записи из-за короны. Поэтому пока вы получите там термин пройдете-дойдете, это может длиться даже две недели. Но, тем не менее, никто не останется на улице, всем помогут. Всем людям помогут люди. Вот так. И вот эта Элина, которая приехала на той неделе, не считай, сколько прошло дня? 4-5, наверное. Сегодня она уже регистрировалась и завтра идет в школу. И второй класс сходит мальчик, он завтра уже идет в школу. Класс. Амель говорит, не знаю, как по-русски Амель делает. 4 дня назад приехала девушка с двумя детьми из Днепра. Валентина помогла найти ночевку первую. Затем ее взяла другая семья на квартиру, которая, они говорят, это у нас как бы квартира, просто мы там склад, ну, как мы бухгалтерию там ставим с аптеки. А затем решила семья аптекарей забрать ее в итоге к себе. И вот я слышу от Валентины «Ура! Я рада!» Потому что я этого еще не знала. Я очень счастлива, хорошая семья. Это помогает ему и помогла теперь регистрироваться. И теперь первый мальчик идет уже в школу, а второй взрослый, ему, по-моему, 14 лет, он 21 апреля идет в школу, после конца. 21 апреля. Ну, замечательно. Вот так жизнь налаживается постепенно. Деньги уже перечислили первые, а не только сегодня регистрировались, уже деньги пришли. У меня, кстати, есть еще одна семья. Девочка пошла... Что, сегодня понедельник? Понедельник. Девочка пошла сегодня первый день в школу, ей выдадут до каникул список. Кстати, спасибо за ранец, пригодился. Только нам теперь нужно этуи, нам теперь нужны там папки, тетрадки и вот такие вот вещи. На неделе дадут четкий список, и мы тогда по списку посмотрим, что мы сможем собрать. Книги школы от нас бесплатные, не нужно никакие делать там артреки. И параллельно мы найдем со вторых рук компьютер, потому что эта девочка зарегистрирована в Украине в частной школе. Каким-то образом там преподаватели умудряются еще в условиях войны проводить онлайн уроки. Да. Но и как у меня у нее тоже мальчики уроки в онлайн-кологии. Как они это делают? Я не знаю. Но тем не менее вот понадобился компьютер, но у нас есть компьютер со вторых рук, только никто из нас не разбирается, как в нем эти вирусы и Windows установить. Но мы как-то в общем кого-то найдем. Я пока не говорю, не буду говорить кого, но я знаю, к кому я поеду, потому что сейчас скажу, скажут хорошо об этом узнавать из видео. Но если не получится, то я знаю и другого. Ты знаешь, да? Хорошо. Значит, я сейчас имя назвать не хочу, но уже доводались, я приеду к вам с компьютером. Хорошо сдавать о твоих планах из Ютуба. Лиль, мы приедем к тебе с компьютером. Но кто еще поможет? Ты же все-таки на 10 лет младше. Видишь, родили бы меня попозже, была бы я помоложе. А так эти все Windows, Mac, как это все называется, понятия не имею. в общем. Поэтому вот так постепенно, постепенно сегодня пришел мужчина, который когда-то, когда я открылась, он по соседству закрылся, он арендовал магазин, 50 евро тоже дал на расходы. А, говорит, я слышала, говорит, это сумасшествие, я говорю, что здесь это же стоит все, и бензин, и где-то надо находиться, и на расходы. А так вот уже третий раз едешь. Девчонки собрали быстро. от Веры туда многие девчонки я тебе сегодня прислала имена. Молодцы, молодцы девочки. Я обязательно сделаю отдельное видео, мне нужно посчитать количество картона. Мы в среду сможем загрузить вуз? В среду вот мой вопрос был, когда загружать, чтобы не в четверг, да, чтобы уже завтра, я уже завтра его загрузить. Можно. Чем раньше, тем лучше, тогда мне больше места беру. Только я смогу, только я смогу, смогу, да я бы могла его исправить. Ну, договоримся сейчас, можно, да, потому что нам нужно еще одни наклейки, нужно посчитать количество. Я сейчас поеду в гости, упаду, как с них на голову и попрошу их еще раз печатать наклейки. Мне еще нужны такие наклейки на картоне. А куда, ты сказала, еще раз идет эта шпелька, да какой? Это идет Перемышль, там есть склад. В этом складе выделили место и люди, которые находятся у них, как я так понимаю, у них какой-то бизнес в Западной Украине, а сами они в Киеве. И они вот это организовали этот коридор, что они забирают это из склада Перемышль, мы, кстати, там тоже будем видео делать, потом это идет на Западную Украину, в Западную Украину, в Киевскую область, Белая церковь. И там будет по месту распределяться. Наташа, Жуляны, пусть вас Бог оберегает. У меня есть подписчица, которая, я не знаю, каким там образом, в общем, ну, скажем так, не то, что не сладко, а страшно, но всегда такой голос, Галочка, да, все хорошо, присылает мне вчера фотографию. Галочка, переведи, пожалуйста, что это, линзы на зубы. Попалась ей как помощь. Даже не ей, ее родителям-пенсионерам. Баночка, линзы на зубы. Я ей написала, Наталья, может, есть там какая-то возможность, так вы нам скажите, мы вам какой-то коробочек соберем, там, с какими-то консервами, может, те же бинты. Нет, галочка, не надо. Вот нам немножко дали, нам этого достаточно, и нам здесь лучше, чем кому-то там, поэтому нет. Хотя я говорю, вот есть возможность передать, потому что это Киевская область, но я просто, я не ориентируюсь в Киеве, где Буча, где Гастом, или где вот это вот. Но она мне объяснила, они где-то не жду, но, честно говоря, они уже начинают как-то вот к этому относиться. Мы, наверное, так устроим человеческий мозг, что у них уже включается самозащита. когда, например, у моего брата я спрашиваю, как у тебя дела, он говорит, все хорошо. Я говорю, а спишь как? Он говорит, в ванной, с дверью, промежуточной дверью, сверху. Я ему говорю, ну если это называется хорошо, то ладно. Ну, в общем, держитесь, огромнейшее спасибо. Мы будем очень надеяться, что скоро этот кошмар уже закончится, а пока мы чем можем, тем помогаем. Огромнейшее спасибо всем. Здесь имена стоят? Нет, имена тебе выслала. Я этим тоже займусь и желаю терпения немецкой семье, которая со мной едет, потому что мы будем всю дорогу делать видео на русском языке. Я представляю, как для них это будет тяжело, когда постоянно кто-то рядом говорит на непонятном языке. Но мы это сделаем. Огромнейшее спасибо. Заканчиваем, не задерживаем. Ну, сейчас. Чтобы дошло все хорошо, да. Всем пока.